Церковь без Божьей силы не устоит? Если вас заботит лишь билет на небеса, а не служение Богу, сотрудничество с Богом, общение с Ним в вашей жизни, в вашей семье, Его прославление, то вы живете в обмане. Вам рассказали неполное Евангелие. Это неполное Евангелие. Тема этой недели — духовные дары. Сегодня мы поговорим о Божьей силе в церкви, о том, что это, но не с точки зрения теории. Меня уже труднее заинтересовать теорией и теологией. Я люблю изучать и анализировать, но сегодня непростое время, и нам нужно учиться применять Божью истину и Его силу на практике. Церковная рутина, ее привычки, все накладное больше не помогает. Нам нужна сознательная вера, нам нужны преображающие жизнь отношения с Иисусом из Назарета. Я слежу за тем, что происходит в мире. Строки Библии стирают из ежедневных новостных потоков нашей жизни, церквей, мира. Скорость и количество изменений сбивают с толку. Я верю, что нам нужно посмотреть на все глазами Бога, чтобы во всем разобраться. Мы видим, как вокруг нас развиваются симптомы, и между тем, чему нас учат, и тем, что мы видим, смотрим, слушаем, появился некий диссонанс. Это смущает, дезориентирует и даже пугает. А вот другая проблема, с которой мы столкнулись. Мы не просто привыкли. Мы стали зависеть от продуктов Big Tech, социальных сетей и тому подобного. Возможно, вы не пользуетесь соцсетями, но они оказывают колоссальное влияние на вашу жизнь, даже если вы не знаете, что это такое. Мы живем с этим знанием, но мы будто закрыли на все глаза, прямо как в книге «Лягушка в чайнике». Теперь медиа открыто запрещает свободу слова. Почему мы приняли нелепые аргументы технологий и медиа? Почему они диктуют нам, что говорить, а что нет? У нас на глазах творится нечто, чего мы раньше и видеть не могли. Беспрецедентные вещи. Я не хочу, чтобы вы боялись, вы не беспомощны, но я призываю вас быть внимательными, анализировать и молиться. За свободу ведется битва, и она формирует нашу жизнь. Она не коснется будущих поколений, если современные тенденции останутся прежними. Не факт, что тренды изменятся. Вероятно, они останутся такими же. Наша сила не в количестве, наша сила не на избирательном участке во время выборов. Наша сила не в политических, идеологических, экономических или технологических решениях. Наша сила в духе. Слишком долго мы сидели в церкви и говорили, я хочу попасть в рай, потому что не хочу в ад. Может, нам не так сильно хочется в рай, но вот в ад мы точно не хотим. Но нас не особо интересует Бог и то, как Его познать, как Ему служить. Мы хотим быть хорошими людьми, вежливыми, возможно, даже покорными. Мы хотим жить, не зная Бога. Вот, грубо говоря, то, чего мы хотим. Чтобы никто не отнимал наше время и ресурсы, мы не хотим утруждать себя разговорами о Божьей силе. Это тема для сумасшедших маргиналов. Народ, сейчас другое время. Церковь без Божьей силы не устоит. Если вас заботит лишь билет на небеса, а не служение Богу, сотрудничество с Богом, общение с Ним, вашей жизни и вашей семье, Его прославление, то вы живете в обмане. Вам рассказали неполное Евангелие. «Я не ругаю вас, я лишь хочу открыть вам полную истину. Бог заботится о вас. Мы говорим о духовных дарах». Как мы можем явить миру сегодня Божью силу? Чтобы все правители увидели, что есть тот, у кого больше власти. Есть сила, которая победила фараона. Он был самым могущественным человеком на земле, но Бог позаботился о своем народе. Та же сила, которая превратила пастуха, пасшего стадо за Вифлеемом, великого правителя, все еще действует в Божьем народе сегодня. Тот же Иисус, который опустил на землю Саула из Тарсиса, на пике его славы, злости и ярости, все еще принимает в свои ряды мужчин и женщин. Как же нам исполнить волю Божию? Предлагаю посмотреть Евангелие от Луки 4 главу 14 стих. «И возвратился Иисус в силе духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране». Если убрать из истории Иисуса Божию силу, то она не станет сегодня более влиятельной, чем в первом веке. В вашем сердце должны укорениться фундаментальные истины. Кому-то надо все объяснить логически, но хотя бы начните с нелогичного. Бытие один-один — это недалеко от самого начала. Здесь сказано, вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидной и пуста, и тьма над бездной Дух Божий носился над водой. В английском переводе этого нет, но в оригинале здесь есть три слова во множественном числе. Вначале сотворил Бог на еврейском «элухим», «небеса» во множественном числе, по-еврейски «шамахим». Последнее слово «дух Божий носился над водою» — «махим». «Элухим», «шамахим» и «махим». На еврейском языке «бытия» эти слова стоят во множественном числе. Окончание «хим» указывает на множественное число, как «эс» в английском, то есть с самого начала Библия указывает нам на три единства. Бог — Отец, Бог — Сын, Бог — Дух Святой. И это не Бог одного неба. Наш язык ограничивает наше воображение. Новый Завет презентует нам два самых больших подарка от Бога человеку. Эти подарки представлены как две личности. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Своего Сына». А затем Иисус сказал, «Я отправляюсь к Отцу, Он даст вам другого утешителя». Иисус и Святой Дух — выражение Божьей силы для освобождения человечества. Нам нужны отношения с ними обоими. «Вдохновлять людей на жизнь с Богом». Мы не сможем перехитрить зло, переработать зло, перемудрить зло. Мы не сможем переделать зло. Нам нужна сила большая, чем зло. Церковь, которая отрицает Божью силу, которая ничего о ней не знает, негодная церковь, которой нужно меняться, и менять ее должны мы. Это наше призвание. Вот что произошло в этом году. Церковь оказалась незащищенной. Церковь с большой буквы. Мы все оказались незащищены и не осознали степень своего отдаления от Бога. Мы можем прикрываться нашими организациями, количеством, зданиями, теологией. Мы можем говорить правильные слова, пить правильные напитки и носить правильную одежду. Но мы не осознаем, что мы отдалились от Бога. Способность к развлечению духов дает нам понять, что с нами Бог или нет. Добрый дух нас окружает или злой. Вот что нам нужно. Божья сила в Новом Завете выражена разными способами. Я поделюсь с вами тремя выражениями, которые были сгруппированы языком Нового Завета. Первое — это Божья сила, которая способствует твоим и моим изменениям. Она меняет наши сердца и корректирует характер. Меня не нужно учить тому, как быть эгоистом и обманывать. Это пришло само, но если мы хотим бороться с греховной природой, нам нужна помощь. О плюсах и минусах сказано в послании к Галатам. В пятой главе говорится, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плот желает противного духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Скажите на это, аминь. Вы говорите, я больше так не буду. А потом вы снова это делаете, и снова, и снова. Внутри нас конфликт, такова реальность. Но тут сказано «плоды же духа». И дальше перечисляются девять плодов. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, ротость, воздержание. Но таковых нет закона. Свидетельством того, что вы исполняете Божью волю, становятся эти девять качеств, которые проявляются в вас с нарастающей силой. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, воздержание. Если вы воздержаны, не значит ли это, что вы поступаете по Его воле? А если нет, то не нарушаете ли вы Божью волю? Между Божьим Духом в нас и нашей природой существует конфликт. Все мы являемся примером изменяющихся людей. Изменения не происходят в одночасье. Я также думаю, что понять наш мир можно, проанализировав нравственное падение человека сегодня, как признак последних времен. Все будет лишь ухудшаться, потому что люди не станут терпимее к Божьим истинам. Они закроют уши, будут смеяться над Писанием, решат, что оно устарело, оно неактуально сегодня. Слышали что-нибудь подобное? Если вы ищете подтверждение тому в Библии, откройте второе послание Тимофею, третью главу, первые пять стихов. В последние дни наступят времена тяжкие. Затем там приводится более десяти признаков падения человека. Все это придет от трех источников любви. Любви к удовольствию, любви к деньгам и любви к самим себе. Звучит как характеристика современной американской культуры. Божий народ можно будет отличить по изменениям в их характере. Божий дух будет менять нас изнутри. Иисус сказал, что нас узнают по плодам, плодам нашей жизни, плодам нашего характера. Если мы не будем приносить плода, то Иисус говорит, нас останется только срубить и бросить в огонь. Нам всем нужно иметь общение со Святым Духом, чтобы меняться. Духовные плоды в вашей жизни — единственный признак духовной зрелости. Существует еще одно выражение Божьей силы в Новом Завете. Это дары Святого Духа. Сила процветания. Если плоды Святого Духа помогают нам меняться, то дары Святого Духа, проявления Божьей силы в Его народе, помогают Божьему народу процветать во времена гонений, оппозиции зла. Потому что зло нельзя склонить к переговорам. Зло не склонить к вежливому разговору. Зло не переубедить. Зло склоняется лишь тогда, когда видит силу больше своей. Церковь без силы — это побежденная церковь. Божьи дары и силу нельзя рассматривать как некую опцию. В Новом Завете упоминается более чем 20 даров. Евангелие бы подавно не было так эффективно без даров Святого Духа. Послание бы не распространилось. Оно бы не имело такого влияния. Невозможно представить себе эффективную церковь без Божьей силы. Это была бы неправильная церковь. Ложное Евангелие. В моей Библии сказано, что тот же Дух, что воскресил Иисуса из мертвых, живет и в вас. Вы думаете, Он прячется? Я тоже так не думаю. Нам не обойтись сегодня без даров. Как мы можем служить Богу так, чтобы в нашей жизни проявились дары Святого Духа? Я думаю, вы знаете как. Просто вы не пробовали. Спасение. Кто из вас верит, что тот, кто приходит в сокрушение, признает Иисуса Богом, верит в своем сердце, исповедует своими устами, будет спасен? Вы так считаете, да? Вы думаете, Бог скажет, то нет, только не ты. Нет, спасительная Божья сила действенна по всему миру. И пережив ее, вы понимаете, что она универсальна. Дело не в образовании, IQ, статусе, цвете волос, кончике носа. Также действует водное крещение. Оно определяется как дар, равно как и спасение. Его получают по вере, равно как и спасение. Но необходимо желание просить и отвечать. Если вы не просите и не отвечаете, вы не будете спасены. В аду окажутся хорошие люди. Люди, которые совершали добрые дела, нравственные, правильные, щедрые поступки, но никогда не просили и не отвечали. Крещение духом схоже. Его получают по вере. Но вам нужно попросить и ответить. Также дела обстоят с дарами. Их получают по вере. Их никому не навязывают. Если Бога не просить, Он скорее останется безмолвным. Как мне ответить на Его призыв? Если говорить простым языком, то, я думаю, все начинается с анализа происходящего. Нужно понять, где ты, кто тебя окружает. Нужно начать слушать, начать размышлять о Боге, выйти за привычные рамки. Дарами можно пользоваться для себя, но это не программа. Благослови меня, Господь. Начните заботиться о других. Слушайте и наблюдайте. Вам многое откроется. Вы узнаете, какая борьба совершается в жизни людей. Оглянитесь вокруг. Сместите взгляд с себя и посмотрите на людей. Если сказать кратко, начните жить осознанно. Второй шаг. Вам нужно понять, зачем вам жить осознанно. Когда вы смотрите вокруг, анализируете, понимаете, кто через что проходит, то на вас лично это окажет огромное влияние. Божественное влияние. Что вы станете делать? Буду ли я помогать или останусь стоять в стороне? Скажу ли я про себя? Что ж, буду за них молиться? Или у меня хватит смелости сказать это вслух? Поучаствовать? Большинство из нас остается в стороне. Нам неинтересно. Мы не планируем в этом участвовать. Ни за что. Следующий шаг очень простой. Это решение, которое рано или поздно приходится принять каждому из нас. Как мне лучше всего вмешаться в эту ситуацию? Как мне привнести сюда Бога? Как мне познакомить этого человека с Богом? Пока он находится в ситуации, где ему действительно может помочь лишь только один Бог. В этой ситуации нам понадобится опыт и желание практиковаться. Поначалу вы будете выглядеть нелепо, как когда вы учились чистить зубы. Радуйтесь, что тогда почти не снимали видео. Молитва — это инструмент, приводящий все это в действие. Ваши слова высвобождают духовную власть. Нежелание молиться — это духовная ошибка. Когда Бог дает нам возможность, и мы не отвечаем, мы упускаем данный нам Богом шанс преображать реальность. Отсутствие роста в молитве — последствия равнодушия. Просто меня это не особо волнует. Меня не особо волнуют люди, меня не особо волнует Бог. «Не учи меня, пастор, тебе платят за молитвы. Помолись за меня, и все». Но так это не работает. Молитва — это выражение веры. Молитве нужно учиться. Ее нужно адаптировать под себя, как и любой другой инструмент. С ней нужно научиться управляться, знать, как начать, знать, как не навредить себе или кому-то другому. Это могущественное оружие, могущественный инструмент. Нам надо постигнуть механизм молитвы, чтобы правильно им пользоваться, не вредя себе и другим. И учиться этому надо, как и всему остальному. Мы начинаем с маленьких, неуклюжих шагов, как и все начинающие. Но это нормально. Добро пожаловать. В каком-то смысле я сам, лишь в начале. Не позвольте отнять у нас свободу слова. Господь, пусть Иисуса почитают в наших школах. Господь, пусть наши дети научатся бояться Тебя. Господь, помоги нам. Почему мы не молимся? Мы отделили себя от Божьей силы. Но я не знаю, верю я или нет. Как это не веришь? Опустись на колени и не вставай, пока не поймешь. Во что ты веришь? Перестань притворяться. Бога не обманишь. Если ты не веришь, скажи, Господь, мне очень трудно поверить в Тебя. Помоги мне. Он поможет. Только перестань притворяться, пожалуйста. Последствия слишком серьезны. Ставки слишком высоки. Есть последний подарок, и время почти подошло к концу. Мы говорили о преображающей силе духовных плодов. Мы говорили о духовных дарах и их силе процветания. Но есть сила, которая может утвердить Божий народ во всех поколениях. Это дары служения. В 16 главе Матфея Иисус делает громкое заявление, которое легко проглядеть. Он говорит, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Чтобы церковь устояла, ей жизненно необходима Иисус. Иисус не сказал, что он делегирует это кому-то. Это провозглашение значительности церкви. Мы не придали этим славам Иисуса необходимого значения. Иначе мы бы внесли большой вклад в процветание церкви. Мы трактовали это так, как нам удобно. Сколько людей мне говорило, «Пастор, мне не нужно ходить в церковь, чтобы быть христианином». Ты прав, но тебе нужна церковь, если ты хочешь становиться зрелым христианином. Может, вам кажется, что я должен выдавать вам памперсы и греметь вам погремушкой? Но если вы хотите расти в Боге, вам нужна церковь, другого способа нет. Мы не понимаем важности церкви. Нас отвлекают незначительные вещи. Стиль, расписание, цвет сока для причастия. Господи, прости, мы с вами стали свидетелями самых суровых атак на церковь в истории. Это правда. И по большей части мы относимся к этому поверхностно, хотя сама наша Конституция предполагает свободу, вероисповедания и религиозных собраний. Трудно сказать яснее. Церковь Америки способна принести надежду туда, где свобода ограничена и является предметом мечтаний. Это факт. Последователи Христа по всему миру видят свободу американских христиан и понимают, что это возможно и в их государствах. Я знаю, что это правда. Из личного опыта. Но уже многие месяцы наша церковь закрыта. Служители вызывают в суд и штрафуют. Их преступление в том, что они посмели славить Бога. Большинство из нас промолчало. Мы продолжили заниматься своими делами. Ничего страшного не произошло. Собираться вместе важно. Решение нашей проблемы не политическое. Неважно, кто победит в ноябре, в декабре. Есть множество кандидатов, но наше призвание не меняется. Мы адвокаты царя. У нас есть послание, которое нужно донести до всего остального мира. И никто нас от этого не избавит. Это наше поручение. Поручение о церкви. Это не политическая повестка. Нам нужно быть более проинформированными, более бдительными. В послании к Ефесиным, в 4 главе, описаны дары служения, которыми Бог наделил церковь, чтобы утвердить нас и помочь нам. А кому нам? Пророкам, евангелистам, пасторам, учителям и всем остальным, чтобы тело Христа было здорово. Для этого нам нужна церковь, народ. Не думаю, что вы удивляетесь. Вполне объяснимо, почему закрывают церкви, замалчивают послания. Мы не собираемся вместе. И наши города горят. Церкви закрыты. Полиция лишена финансирования. Лидерство церкви – не единоразовый момент. Это долгий путь изменений. Это не временные полномочия. Необходимо изменение характера. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Христианство больше всех повлияло на формирование ценностей и путей нашей страны. Я верю, что благодаря нашей вере мы получили невероятное благословение Божие. Наша страна несовершенна. Но если мы отложим ценности, которые стали началом наших свобод, то свобод не останется. Наша страна оказалась на перепуте. Вскоре нам придется выбрать направление, и вопрос не выбор. Я верю, что впереди нас ожидает событие, такое же важное, как Геттисберг. Нам нужен Божий взгляд. Вызов, с которым мы столкнулись, не связан с грехом нечестивых. Он связан с безразличием верных. А нужно изменить наши сердца. Я поделился некоторыми уроками с нашей церковью, и хочу поделиться этим с вами. Мы выдали книгу «Боже благослови Америку снова». Нет никаких сомнений в том, что Бог благословил эту страну. Он создал нас и поддерживает нас. Но наше место в будущем больше связано с сердцами народа Божьего, чем с политиками. Нам нужна пророческая перспектива от Бога прямо сейчас. Пожертвовав сегодня, вы получите диск с проповедями пастора Аллана, в которых говорится о том, что нужно для исцеления нашей страны. А тот, кто пожертвует 25 долларов или больше, получит его новую книгу. «Боже благослови Америку снова». Жертвуйтесь сегодня по номеру, который видите на экране или на нашем сайте. Церковь. Мы продолжаем двигаться вперед. Мы проводим служение. Наша церковь жива. Мы хотим, чтобы вы были с нами. Мы не могли приходить с марта. Сегодня мы впервые здесь, и мы очень рады быть сегодня здесь. Это ободряет, потому что ты видишь, что мы можем быть вместе. Это здорово. Когда я услышала о ковид, то не испугалась. У меня есть Бог, и я ничего не боюсь. Совершенно ничего. Я призываю людей приходить встречаться, общаться, быть частью тела Христова. Не верьте лжи, что вы можете быть сами. Это совершенно не так. Жизнь чудесна. Возвращайтесь. Приходите в церковь снова. Приглашайте своих друзей и родных. Это будет чудесное время. Надеемся увидеться с вами. Христианство больше всех повлияло на формирование ценностей и путей нашей страны. Я верю, что благодаря нашей вере мы получили невероятные благословения Божьи. Наша страна несовершенна. Но если мы отложим ценности, которые стали началом наших свобод, то свобод не останется. Наша страна оказалась на перепуте. Вскоре нам придется выбрать направление, и вопрос не выбор. Я верю, что впереди нас ожидает событие, такое же важное, как Геттисберг. Нам нужен Божий взгляд. Вызов, с которым мы столкнулись, не связан с грехом нечестивых. Он связан с безразличием верных. Нам нужно изменить наши сердца. Я поделился некоторыми уроками с нашей церковью, и хочу поделиться этим с вами. Мы выдали книгу «Боже, благослови Америку снова». Нет никаких сомнений в том, что Бог благословил эту страну. Он создал нас и поддерживает нас. Но наше место в будущем больше связано с сердцами народа Божьего, чем с политиками. Нам нужна пророческая перспектива от Бога прямо сейчас. Пожертвовав сегодня, вы получите диск с проповедями пастора Аллана, в которых говорится о том, что нужно для исцеления нашей страны. А тот, кто пожертвует 25 долларов или больше, получит его новую книгу. «Боже, благослови Америку снова». Жертвуйте сегодня по номеру, который видите на экране или на нашем сайте.